привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур сегодня в рубрике инди хоррор мы поиграем в игру поезд то есть the train это играет сергея носкова в свое время мы посмотрели игру под названием the light которая в принципе запомнилась нам помимо того что была офигенно красивой еще и наличием какого-никакого очень даже глубинного смысла так что кредит доверия к этому автору нас очень высок автор как минимум крайне гениален ну не знаю конечно не обсудить в общем по сути человек занимается разработкой серьезных больших игр а в перерывах между этим занимается разработкой таких вот инди шедевров ну я почему-то у меня вот есть уверен что эта игра мне понравится так что давайте начинать не думаю что тут будет дико страшно но думаю тут будет очень очень интересно но как незнаком этот звук рельсы шпалы пришлось за последний год кататься в этом есть своя романтика не курить конечно мы же в курилке а почему интереснее курить даже курилка а сейчас же запретили хорошо где мы находимся мы едем типичная такая вот российская советская электричка за гранью откуда мы кто мы куда мы идем я мог бы долго разглагольствует на эти темы но по сути не так это и важно сейчас хорошо в ящике всякий хлам и парочка инструментов кей это что-то похоже на ножницы что ли какие-то бутылки но россия хочу удивляться ух как темно ты посмотри едем где-то короче я не знаю оба это что этот рисунок показывает нам на связь с машинистом наши сердца офигенно и чё это это все ну ладно пойдем труд блин я газету труд уже не видел лет 50 наверно я шучу конечно не такой старый в общем поняли в свое время газета была просто не знаю там махровым разоблачителем двери скопаны скованы цепью можно попытаться разбить ее чем-нибудь инструменты были сзади видимо нам туда что вообще происходит кто мы почему бы тут находимся почему тут нет никого кроме нас музыка идет нет нет так хорошо вообще получается это последний вагон до отмычка можно ее использовать хорошо я вы по сути в таком непонятном положении не знаю взял бы ну там те же самые бутылки и просто раскочегарил бы это окошко и пролез бы вперед с другой стороны это по моему слишком такой халка ломать подход лично ты резко наступил сален хил здесь связи с машинистом нет но чё-то честно говоря мне не сильно нравится это так тихо ух ты на право кнопка мыши моргаю вообще с графической точки зрения это выполнено просто бренды я не знаю великолепно что-то такое очень советское есть во всем этом это не валяшка этот мячик юла мячик у меня был такой же мячик в детстве вообще прикольно хорошо что происходит моя дружная семья мама папа сестра и я это похоже наш герой окунулся свое детство да тот самый мячик и вы заметили что сейчас я стал гораздо ниже то есть допустим по сравнению с этой дверью вы видите что метр скипки да это детство муфинка о это подарок на день рождения мне как круто да и типичная детская комната счастье маленького ребенка казалось бы складывается из мелких радостей мороженое в жаркий летний день подарок под елкой в новый год но ни одна из этих мелочей никогда не сможет заменить любовь мамы и папы это факт чепурашка блин это так круто а крокодил гена где игра по сути создана для россиян ну и жителей постсоветского пространства настолько все узнаваемо насколько и мило хорошо теперь нам что а теперь вот она что да ну ладно это очень мило давайте двигаться дальше по ощущениям этот поезд он создан лично для нас и вообще скорее всего это просто олицетворение чьих-то воспоминаний что-то как-то мне вот этот резкий поворот в музыке не очень нравится тихо что такое что кто плачет машинист машинист не отвечает еще игрушки подожди а может быть а почему игрушки все собраны нас ждал переезд куда-то смотри что за это девочка да девочка девочка кто и что-то как-то это не очень по-доброму было как то то есть чтобы то произошло вообще мне все меньше и меньше же нравится это путешествие так а вон там дверя кто-то стоит это она есть такое мнение что к ней лучше не подходить может быть девочка что тебе надо ребенок мя-мячик смющ тебе нужен мячик отчет мне жуткое лучше за мячиком схожу ну его нафиг в этой игре мы не можем бегать это это что а это чебурашка так где у нас тот мячик я думаю нужно トать мячик потому что это в принципе достаточно логичного нарисованы картинки А, его держать надо Ох, что-то как-то это все Продирает прям, я не знаю Малышка Держи свой мячик Так? Или... Так? Тихо Все нормально Все нормально? Где домой? Ох, что-то это как-то совсем... О, стекло разбито Вы знаете, это ощущением... По ощущениям что-то такое Путешествие не в самые добрые воспоминания Главного героя Потому что вот в этом вагоне Что-то мне вообще неохота находиться Это похоже... Ой, кто там бегает Не самая приятная Часть его жизни, да? Так, ну ладно Пойдем Нужно держаться от них подальше А как? Как я пройду тогда? Ребята, спокойно Какие-то плохие мальчишки Тихо, тихо... Ой, 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 ой Ой, спокойно. 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 Тихо, тихо. Что происходит вообще? К чему тут столько бутылок? Лучше запереть эти двери чем-нибудь изнутри. А чем, например? По-моему, стоило все-таки запереть эти двери. О, мать. Кстати, заметили, за окном опять наступила ночь. Я так понимаю, вот эти вот светлые полосы, это светлые части жизни. Какая потемнее-то. Так, хорошо, что мы делаем? Я так понимаю, когда я сюда прохожу, происходит это самое, да? Я просто ничего не вижу. Вон там что-то лежит, типа гитары, но гитарой... Может, сзади я что-то забыл. Но мне, честно говоря, не сильно хочется. Топор? Может... Может, топором? Так, ну мне придется пробиться мимо них, а когда они меня задевают, у меня просто сердце останавливается. Тихо, тихо, тихо. Задели, гады. Хотя нет, здесь за окном светло, а в вагоне между тем все очень плохо. Так, ну да... А, смотри, я оказался с этой стороны вагона. Это мне на руку. Но чем? Давайте посмотрим, может тут что-то лежит. Да вроде нет. Так, хорошо, ну давай пробиваться. Я пока не понимаю, честно говоря, что от меня хотят. Скорее всего, тут топор реально надо взять. Так, тихо, тихо, тихо. Тут два варианта, либо за один... Либо... Либо нет. Так, эту штуку мы взять не можем. Это распорка... Это распорка не берется. Поручий. Хорошо, попробуем взять топор. Если и это не получится, то я даже как-то и не знаю. По левой стороне пойдем. Тихо, тихо, тихо. Уходи. Топор тоже не берется. Открывай. Так, короче говоря, в этом вагоне я ничего не могу взять. Я вообще, похоже, зря туда ходил. Закрыть тоже не могу. Ладно, пойдем вперед. И там, я думаю, что-то найдем тогда. Да, кроме гитар, я не могу сказать, что я что-то нашел. Вообще, похоже, что автор во многом отталкивался от метро, потому что прямо такие тоже интерактивные предметы, которые можно использовать, и в результате какая-то вспышка, и такое ощущение, что происходит что-то правильное, что-то нужное. Ощущение правильности всего просто зашкаливает. Так, ладно, но я реально... Что там? Кому-то повезло явиться на этот свет сильным, гордым соколом и питаться свежим мясом. А кто-то родился в норе и пожирает лишь падаль. Вот это вот очень правильно. Так, подожди. Я не думаю, что я смогу томиком закрыть дверь, но почему бы нет? Да нет, это глупо. Это очень-очень глупо. Хорошо, книга, лежи. Так. Понятно. Как-то все это очень... Так, ты пока лежи тут. А что у нас на этой записке? Что-то перечеркнуто. Виктор Цой. У меня просто есть подозрение, что если я сейчас оставлю эту дверь открытой, то в будущем произойдет что-то не очень хорошее. Похождение бравого солдата Швейна. Карл Гашек. Нет, это не Карл, это... Блин, как его? Я же читал эту книгу в детстве. Ой, не помню вообще. Хорошо, пойдем дальше, потому что я реально не знаю... А, я и дальше не могу пройти. Ладно, будем искать. К чему вообще вот это моргание придумано? Не совсем понятно. Было бы чуть посветлее, конечно. Было бы прикольно. Вот, смотри, вот это вот подпереть, это было бы очень удобно, да? Но я не могу этого сделать. Блин, ну я даже... Даже не знаю, что-то допереть не могу. Так, хорошо. О, ключ. А, ключ выпал. Ключ выпал из этого, из домика. Хорошо, теперь я пойду назад и возьму тот самый замок и повешу его сюда. Вот, я понял, придумал. Все, сейчас меня заденут, конечно, потому что я по-наглому про вперед. Но зато я окажусь с той стороны вагона. Ладно, без проблем. Я готов был на этой пойти. Единственное, я надеюсь, что это все-таки... Не придется мне по-новую брать, короче, этот замок. Здесь меня снова заденут. Где это было? Это еще там дальше было, что ли? Что-то мне не понравились эти звуки. Надеюсь, они не идут за мной. Вот тут кому, да? Так, мы взяли замок. Отлично. Таперч. Возвращаемся... Ух ты, а там может что есть? Не-е-ет. Как круто за окном. Учитывая, что в Silent Hill, который мы сейчас играем, туману просто дико не хватает. Здесь реально... Наша порция тумана. Окей. Так, все вроде от меня больше ничего не требуется. Осталось просто пройти через этот коридор смерти. И в прошлый раз у меня получилось пройти вот отсюда. Ну, меня, конечно, ущипнули маленько, но... Давай, 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 давай. Отлично. Так, хорошо. А вот, 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 вот все. В общем, эти плохие воспоминания мы оставим позади. Время двигаться вперед. Ребята, я не пущу вас. Не просите. У вас слишком страшные мурты. Может, нашего героя в детстве обижали вот эти вот парни? Потому что, блин, ты посмотри на них. Они же явно ничего хорошего сделать в принципе не могут. Что вам надо? Что вы смотрите? Уходите вы от меня куда-нибудь. Там дверь открылась. Окей. А здесь достаточно светло. Интересно. Я снова в своей квартире. И дверь в детской закрыта. Что-то происходит дома, по-моему. Что-то такое, о чем... О, последнее дело. Я ведь не спрашиваю тебя, где ты шляgишься по вечерам. Папа бьет маму. Да открой ты дверь, ну. Пипец. Я пойду на улицу погуляю. Ох уж эти домашние разборки. Кто ты? Здравствуйте. Что, пацаны? С мамой едешь? Так, ну. Тихо. Ман... Манекены. Манек... Ой. Ой. Твою мать. Уйди от меня. Уйди. Уйди. Не смотри на меня. Бегеть. Ой. Нет, нет. Это все страшный сон, фантазия. Нельзя смотреть на них. Их нет, нет. А! Я закрыл глаза. А! Пошубать. Я закрыл глаза. Я смотрю сквозь. Я застрял. Застрял. Давай. Не полно мать. Ух. Уйди. Уйди. Что же делать-то? Ты посмотри на этого уродливого сукиного следа. Открой. Твою мать. Надо чем-то расковырять, похоже, про... Ой, я что-то взял. Сейчас я вам покажу долбаные манекены. С открытыми глазами. Что, вошло? По-моему, ничего не происходит. Да уйди ты от меня куда-нибудь. Да. Есть ощущение, что я чего-то не понимаю, но... Им вроде бы нравится. Я понял. Уходи. Валим. Здесь что-то совсем густо пошло. И это что еще такое? Все же так хорошо начиналось. Еще одни воспоминания. Теперь, я думаю, совсем печальные будут. Я надеюсь, там никто никого не убил. Ты что, синику что ли? Синячил? У-у-у. В подъезде, да? Еще наркоманил, небось. Да он синий вообще, смотри У меня просто шатает по-страшному Дерущиеся родители Несчастливое детство Слышь ты Да ты что, еще что-то перепутал Да Да Синем в подъезде врубиться Ну ладно, зато познакомились вроде Довольно неожиданная игра Энди Дегют Фед Фенджа Не, ну это понятно Мы так познакомились, что дальше Надо уже как-то уходить отсюда Надеюсь, она хорошая девушка Потому что плохих воспоминаний у тебя, смотрю, хватает Не, ну насколько вот в плане графики Это все круто сделано Юнити Гибкий движок Москва Кремль Да, хорошие воспоминания Теперь-то что? Что со мной происходит? Я вообще в пьяном угаре, что ли? Ух, народ ходит Ой, как плохо Куда мы идем вообще? Пойдем лучше обратно Ненавижу мигающие лампы Ненавижу Ладно, хоть манекенов нет Ты можешь больше, чем думаешь Это фактически факт Многие губят на корню свои таланты По принципу Кому это надо? Я не думаю, что мне стоит идти по кровавому следу Зачем мне это вообще нужно? Я пойду лучше в другую сторону Это плохо, очевидно Я пойду лучше в эту дверь Посмотрю, что здесь Типично, да? Вот этот талантный человек Который рассуждает по принципу А кто, допустим, это будет слушать? Кто будет это смотреть? Кто будет это читать? Нельзя ставить на себе крест, не подумав Не попробовал хотя бы Я не знаю, куда я еду, честное слово Но там что-то есть Нам свойственно тяготеть к тому, что нас еще... А, что нас же и убивает Согласен Хватит так противно смеяться Так Ключ Мне нужен ключ Ладно, будем искать Единственное, но это вот Я во многих играх не понимаю Почему персонаж так медленно ходит? Да ладно, поищем Тут ключа нет Значит, видимо, сюда мы вернемся, когда ключ найдем Подожди, а может все-таки Вот это вот может откроется А, ну да, смотри, вон же Крестика заметил Так, зачем мне пистолет? Он хоть заряжен? Может, я с помощью пистолета Отстрелю замок Хотя такое только в кино срабатывает Давайте попробуем Сработало Эй, тварь, из моего подсознания У меня есть пистолет Лучше бы вам быть поаккуратнее Топор Гильзы Что тут происходило вообще? Мне не нравятся эти звуки Я думаю, сейчас произойдет что-то крайне нехорошее Типа вот этого Это та самая девушка Стреляет и что ли, я не знаю Хотя, я думаю, не поможет Я застрелился Вот этот поворот Какого черта вообще происходит? Что это было? О, на мать Как обычно, вы знаете Мы до последнего не будем понимать Что здесь происходит Какой во всем этом смысл Так, браток Сумку в зубы И валим отсюда Хозяин ломбарда серьезно ранен Сделан анонимный Конечно, сделает Только телефон найти надо Для соединения со службой Скорой помощи Нажмите клавишу 3 Нужна спора По львовской улице 27 все сказал отлично так окей каждая секунда каждый вздох от очередной шанс не просрать свою жизнь и это тоже правильно так по моему надо бежать отсюда я не знаю какой сумке он говорил я не вижу ну это мне свойственно ничего не видеть я же а вот сумка все теперь бежим пойдем нужно я же забрал сумку подожди я не забрал сумку странно потому что я забрал все ладно уходим отсюда по моему просто чуть маленькой гонова пойдем не на стой не надо так ну хорошо что то я думаю идет к лучшему а это еще что такое в итоге похоже наш герой сел в тюрьму до спокойно как темно да это не так просто будет как казалось сейчас пройдем игра вообще офигеть я просто в шоке вот такой круто сделано так вот 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 блин все таки зацепили да не кругом просто пакли убери да сел это было предсказуемо нас идут нашу камеру кошмар по сути виноваты родители изначально которые забили на все занимались только боксом друг с другом ну и сам ребенок который просто занялся совершенно тем что нужно было да теперь я точно могу сказать что этот поезд это по сути путешествие в прошлое да что с тобой давай мы выберемся отсюда вот наша клетка честно говоря вот эти вот капельницы меня особо не радует потому что судя по всему кроме тюрьмы с нашим героем произошло еще что-то совсем неплохое ой не нехороший как бы неплохой че несу давай просто пробираться ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой какого же черта мамочки мои хих-хих хих что происходит это совсем плохо за окном уже вообще чернота просто нет ничего Кровище, кругом кровище. Давай, пойдем. Чего тут нет? Как же темно, я ничего не вижу. Тихо. А это что еще? Где мы? Блин, как тут красиво. Что это за место? Это самое светлое воспоминание нашего героя? Или может это место, где он хотел бы оказаться? Это клавиши, да? Мы ищем родителей. Ну и продолжаем. Пришлось перепройти определенный фрагмент. Дело в том, что там, как оказалось, на скамейке лежали цветы в вагоне. Нужно было их взять. Без этого, судя по всему, не сработал скрипт. Это мне подсказало Даша, за что ей спасибо. Я бы тут точно ныркался бы еще, наверное, часа два. Просто пока не понял бы, что тут делать. Пришлось бы перепройти. В общем, берем цветы и подходим к могиле матери. А это действительно мать, оказывается. Загнал я его в могилу сыновья своими поступками. Теперь все работает. Непростая, да, у человека жизнь? Отсидел и с родителями, вон как. На детстве было такое... Светлое. Чувство, разрывающее тебя на куски, чувство ни с чем не сравнимое. Оборачиваешься назад, и ничего уже не исправить. Ничто уже не важно. А мы по-прежнему все в том же плохом, крайне плохом месте. Но нам нужно двигаться вперед. Этот поезд, как я понял, это наш груз ответственности, наши воспоминания. И тут все очень плохо. Валитная коляска. Похоже, что-то... Что-то пошло совсем не так. Раз вот эти все медицинские принадлежности здесь... Что там, Медведев? Метеорит как раз упал. Реклама метро. Про Челябинск рассказывает. Что они на татушке там? По морде так, если посмотреть, ему летит кровь. И еще и в аварию попал. Понятно, как не попал во все эти там... Инвалидная коляска, капельницы и тому подобное. Вот это называется... Просто не везет человеку по жизни вообще. Бомбил и работаешь таксистом. Работал, судя по всему. Ой, только не выходи на дорогу. Сейчас тебя еще машина шибет. Пассажир, блин. Давай, 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 давай. Я даже не заметил, что там еще кто-то едет. Давай, тащи его отсюда. Спас. Вот так вот. Здравствуй, Краеэфир. Давно не виделись. Я скучал, Краеэфир. Это же Зотто. Тихо, тихо. Что-то меня так кошмарит. О-о-о. Совсем, совсем плохо. Давай, бежим отсюда. Там должен быть выход. Давай, родной. Да, не так все просто. Ну давай уже, ну иди ты как-нибудь. Да ты посмотри. Нам уже не выбраться отсюда, да? Черт, отзывай, я все равно войду. Вон она, дверь. Я выйду. Давай, 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 давай. Пошли. Пошли, почти дошел. Ух, твою мать. Твою мать. Я же говорил, здравствуй, Краеэфир. Ой, блин. Ох, это что вообще уже? Это... Это полный пипец. Ты просто посмотри на это дерьмо. Это не нормально. Здесь уже что-то... В игре чувствуется влияние вообще в первую очередь метро, во вторую Краеэфира и в третью Сайлент Хилла. Всего хватает. Но в принципе, игра при этом не похожа ни на то, ни на другое, ни на третье. И теперь мы еще полезем в воду. Поздравляю. Только не говорите, что наш герой после всего этого утонул. Так, хорошо. Прожектора взять не надо? Да вроде нет. Здесь уже того вагона-то не осталось толком. Смотри, насквозь просвечивает. Ну-у-у. Так, держимся на поверхности. Я бы сказал, выныриваю в окошко, но здесь же нам это не поможет, правда. Правда. Давай-давай, просто топим тогда. Что же это такое произошло, интересно? Подожди, а может нам... Может нам выбрать как-то отсюда? Что я делаю? Что происходит вообще? Это, это, это... Так, где я вообще? Я опять тут? Наверное, мне все-таки надо сюда, да? Зачем я вообще назад пошел? Какой-то был такой... Подожди, нет, я сюда не могу идти, мне по-любому туда надо. Чуйка меня не подвела, просто что-то не получилось, похоже, у нас. Давай, погнали. Мы практически не плывем, настолько как-то медленно все. Может... Да нет, не должно быть этого. Давайте просто пытаться выбраться. У меня есть подозрение, что нам это нужно сделать за определенное время, потому что мы просто не успеваем доплыть. Вот сейчас, я думаю, у нас все получится. Давай, погнали. Мне кажется, или он становится все более и более наполненным водой? Давай, плыви, ну! Да вот же выход уже, ну! Давай, 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 пошел, пошел, пошел. Давай, как туго идет-то, а! Что же произошло у тебя в жизни такого, что ты боишься воды? Фу, выбрались. Выбрались ли? Здесь, по-моему, что-то... Что-то совсем нехорошо пошло. Но выбор-то у нас какой, мы просто идем вперед. Пустота. Ничего не осталось. Какого черта? Ну что, нырнем? Офигеть! Вперед! Отлично! Непростая была жизнь у человека. Надо сказать, не то, что непростая. Честно скажу, беспрекрасно, говеная. С самого начала и до конца ему досталось столько всего, что если у него после этого такие видения, то ничего в этом удивительного нет. Честно говоря, серьезно, жалко. Но вот ой, как мы видим. Сколько ему лет уже. Дожил до старости. Все. Поехали домой. Да, вот это называется груз воспоминаний просто. Подожди, старик, ты что? Я уж подумал, он отходить начинает. А, подожди, он реально убирает. Капец. Грустная игра. На этом, судя по всему, все и заканчивается. Ну, что я могу сказать. Действительно, игра со смыслом. Как и первое творение Сергея, это, в принципе, очень и очень круто. Но если первая игра, это была по-своему пробой пера, и про нее, если вот так вот в целом тебя спросят, что за игра, сказать было особо нечего, то здесь это реально шедевр. То есть, очень закончено, очень целостное произведение. Сюжета реально хватит даже на какую-нибудь книгу. Реально жизненный путь человека от начала и до конца. По жизни ему досталось. То есть, несмотря на то, что детство у него было довольно-таки безоблачным, потом началось уже в подростковом возрасте. Папа начал колотить маму. Сынок сам тоже не подарок оказался. Бухал, наркоманил. И в итоге, ко всему вот к этому это привело. Тюрьма. Так, ну да, и пошли титры. В общем, надеюсь, вам понравилось это видео. Потому что мне понравилось очень. Ну, честно говоря, загрузило. После такого остается осадочек на душе. Но, тем не менее, именно такие игры, по-моему, и должны играть широкие народные массы. Потому что, в отличие от какого-нибудь Call of Duty, такие игры реально что-то показывают. И заставляют задуматься над собой, над своими поступками. Это, на мой взгляд, очень большого значит. Ой, очень много значит. Очень большую говорю. В принципе, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующих видео. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok